рад приветствовать вас в этот замечательный день на нашей встрече давайте для начала проверим нашу связь перед началом информации поставьте пожалуйста плюсики в чат хорошо ли слышно видно все знатоки сразу вижу кто наши постоянные зрители слушатели посетители а отлично спасибо рабочий стол есть звук есть видео есть запись включить не забыла и коллеги спасибо большое у нас сегодня несколько необычной встречи и честно говоря я немножечко волнуюсь потому что сегодня я ее провожу в глубоком одиночестве практически даже если заметили павла юрьевича традиционно с приветствием у нас сегодня нет он не волнуйтесь не пугайтесь все хорошо он в командировке вот поэтому сегодня на мне лежит и роль ведущего и еще технические вопросы по вещанию поэтому они немножечко так для меня это очень так волнительный момент тем более что сразу скажу перед началом сегодняшней встречи при нас во время настройки наладки было несколько раз у техническая проблема слетал интернет поэтому давайте договоримся сразу так как страховать меня сегодня некому давайте договоримся сразу по ходу ведения нашего вебинара и на случай а о поведении в ситуациях чрезвычайных ситуации до форс-мажоров если вдруг меня выбивает из интернета если вдруг я пропадаю не пугайтесь пожалуйста сразу так шутова наталья юрьевна звука нет коллеги звук есть поставьте поставьте пожалуйста отметьте есть она наталья юрьевна проверьте пожалуйста по своим настройкам до по колонкам скорее скорее всего это что-то у вас ага отлично спасибо спасибо андрей олегович давайте договоримся сразу если вдруг я пропадаю меня выбивает из интернета не пугайтесь ждем 20-25 минут за это время я постараюсь войти все восстановить если если вдруг не получится то тогда мы просто подумаем как как переносить вебинар но надеюсь что этого не произойдет просто на всякий случай самое страшное самое а говорим условие что делать в этой ситуации чтобы не пугаться потому что честно говоря я сама немножко боюсь таких случаев когда на подстраховке никого нет наталья георгиевна по поводу презентации да в конце я вам презентацию а давайте я ее прямо сейчас и открою для скачивания презентацию скачать можно для тех кто если у нас первый раз сегодня на вебинар пришел наверху напоминаю справа вверху панелька инструментов значок папочка открываете и можно скачать презентацию презентация сегодня будет но сегодня у нас скорее всего не будет переходов на рабочий стол то есть рабочий стол я сегодня честно говоря тоже не рискую показывать вот эти вот все переходы поэтому просто поработаем с презентацией но я думаю что этот отсутствие работы с ресурсами и посмотреть их живую ссылки я вам буду давать поэтому можно будет самостоятельно зайти и посмотреть эти ресурсы уже в действии но и потом у нас планируется еще курс по библиографии для небиблиографов ни один из модулей он тоже будет посвящен поиску скорее всего это запуск будет где-то на усень планироваться и тому же с этими ресурсами будем работать вживую напрямую выполнять задания на то сегодня такое можно сказать вводное занятие и сегодня вот наверное наверное из введения это все так сейчас я еще одну вещь сделаю я повторила информацию которая была в начале в самом чате от павла юрьевича калиникова информация по расписанию наших вебинаров ссылки на место где хранятся записи всех предыдущих вебинаров и приглашение для голосования за выбор тему вебинаров слушателей вот три ссылки которые я еще раз повторяю они были в начале но чат у нас уже скакал очень далеко поэтому я его еще раз дублирую сюда ну и покончив с регламентом и вступительной частью мы с вами переходим уже непосредственно к теме нашей сегодняшней встречи у нас сегодня вторая часть темы библиографического поиска библиографической еврестики на прошлом вебинаре мы с вами разбирали как работать с каталогами картотеками в основном с бумажными но те же самые принципы они работают и для электронных каталогов как организовать свой поиск а сегодня мы рассмотрим с вами вопросы связанные с нашей цифровой грамотностью и поиском информации в интернете вторая часть нашего нашей темы и очень часто мы сейчас слышим слова о цифровизации всего и вся цифровая грамотность выходит на первое место редкие публикации по теме обходится без этих определений понятий и одна из составляющих цифровой грамотности а именно цифровые компетенции это то что относится к нашей теме поиска информационного поиска и в том числе библиографического поиска так как они взаимосвязаны очень тесно между собой ну и часть мы уже рассматривали с вами этой взаимосвязи на прошлом вебинаре так опять пропадает звук коллеги со звуком все в порядке я прошу прощения буду немножко отвлекаться на технические вопросы все отлично спасибо спасибо если проверяйте настройки пожалуйста и смотрите еще от качества интернета может зависеть либо на настрой колонок просто сразу говоря немножко буду отвлекаться чтобы понять это проблемы общие у меня или или с другой стороны и говоря о цифровой грамотности по ней подразумевается если использовать определение эроцит это проект региональной общественной организации центр интернет-технологии который с 2015 года проводит очень интересные исследования в области цифровой грамотности в россии пока да показывается рост но в основном это касается вопросов потребление безопасности так ссылочку на название этой организации я вам даю найти их в интернете просто в поисковик можете забить у них очень интересные данные по исследованиям есть и вот кто кого интересует вопрос цифровой грамотности цифровизации обучения образования там много полезной информации особенно статистических данных можно найти ну вот собственно наш библиографический поиск мы уже и начинаем так вот цифровая грамотность это некий набор знаний и умений которые необходимы для эффективного безопасного использования цифра цифровых технологий ресурсов интернет и три большие составляющие цифровое потребление это знание использования интернет услуг для жизни работы профессиональной деятельности цифровые цифровая безопасность но это понятно без основы безопасности в сети и вот третья составляющая то которые наша тема имеет непосредственное отношение это цифровые компетенции то есть навыки эффективного использования вот тех самых технологий что они в себя включает вот эта вот информация которая взяла с сайта рациц их отчета о цифровой грамотности в россии только одну составляющую сейчас мы подробно на остальных компонентах останавливаться не будем просто посмотрим вот два я выделила из списка две основные компетенции которые которые имеют непосредственное к нам отношение к нашей сегодняшней теме это поиск информации и критическое восприятие информации как искать где искать и критическое восприятие это как организовать с точки зрения да в аспекте нашей сегодняшней встречи как организовать поиск информации которая была бы обоснована научная полнота достоверность надежность источников и тогда мы можем эту информацию брать и использовать да потому что одно дело найти в гугле да интересную статью но на каком-то развлекательном портале другое дело если мы находим информацию и указать ее еще в ссылке что делают иногда к сожалению студенты особенно в своих вкр или курсовых работах другое дело найти информацию на ту же тему а может быть даже и ту же статью но в научном издании то есть имеет значение не только качество самой информации но и качество источника откуда мы берем эту информацию поэтому вот эти два момента на которые стоит обращать внимание и помнить когда мы начинаем организовать поиск особенно в сети интернет и вот парадокс которым мы сталкиваемся парадокс сегодняшнего дня с одной стороны огромный рост информационных потоков огромное количество информации с другой стороны мы испытываем дефицит этой информации научные руководители наверняка с этим сталкиваются и преподаватели когда студенты приходят и говорят по этой теме ничего нет а я не могу найти а этого в интернете нет есть есть другой вопрос почему мы этого этого не не наблюдаем почему мы этого не видим почему мы не можем это найти четыре дефицита с которыми мы сталкиваемся при поиске информации это фактографический, аналитический, документальный и библиографический но фактографический дефицит это нехватка какой-то фактической информации о реально существующих объектах, процессах, явлениях то что мы на прошлом вебинаре с вами рассматривали фактографический поиск и здесь нам требуется обращение к полнотекстовым источникам информации с целью извлечения вот этих вот поиска этих неизвестных сведений или сведений о факте аналитический дефицит это нехватка обобщающей информации в виде каких-то теорий, концепций, методик, методологий, программ исследования и здесь требуется особенность поиска, который может удовлетворить этот аналитический голод это привлечение значительного количества источников содержащих необходимую нам информацию и дальнейшая их обработка, реконструкция, формирование каких-то комплексных знаний на основе полученных сведений из этих источников то есть здесь очень обширная должна быть база и большое количество источников требуется привлечь для осуществления этого поиска хотя я не знаю имеет ли в некоторых источниках выделяется три вида поисков фактографические документальные библиографические в некоторых источниках мне попадалось четыре вот я привожу по второму типу деления но мне кажется что все таки аналитический дефицит и аналитический поиск это разновидность фактографического не знаю здесь можно поспорить здесь можно наверное развернуть дискуссию но мы сегодня мы наверное это отвлекаться углубляться скорее не будем спасибо андрей григорьевич мы в эти вот аспекты углубляться наверное не будем наверное это и та и другая точка зрения имеет смысл нас сегодня больше практические моменты будут интересовать документальный информационный дефицит нехватка данных по рассматриваемой теме когда нам нужен документ это поиск документов источников информации причем информация которую не может быть перефразирована или которую нежелательно или вообще нельзя изменить то есть документы содержащие какие-то уникальные сведения чаще всего это законодательные акты правила стандарты это какие-то инструкции положения вот в этом случае мы сталкиваемся точно с документальным таким информационным дефицитом и библиографический когда нам нужен точно самый источник но это тоже один из наиболее частых случаев и библиографический дефицит это нехватка необходимых сведений об источнике и его месте в системе других источников ну вот в данном случае поиск это библиографические пособия библиография второй и третьей степени то о чем мы на прошлом вебинаре подробно на этом останавливались библиографический поиск и установление правильного описания для нас очень важно и нужно потому что от этого будет зависеть качество той информации и вообще успешность или не успешность всех остальных видов поиска если мы не знаем что мы ищем то как говорил сенека если не знаешь в какую гавань плыть ни один ветер попутным не будет вот эти вот четыре вида информационного дефицита и четыре вида информационного поиска способного удовлетворить наши потребности наш информационный голод и ограничение поиска чаще всего лежит в области нашего сознания если мы недостаточно хорошо знаем тему если мы не можем сформулировать конкретно цель поиска запрос поисковый запрос хотя бы для себя а потом уже для библиографов или поисковых систем то поиск в интернете вместо помощи становится таким хорошим хронофагом поглотителем времени мы не знаем что искать в интернете не знаем где это искать хотя казалось бы и в результате результат это мы и не имеем и сегодня очень важно знать не только что ищешь но и где это искать если не знать где находится нужная база данных то информацию найти очень сложно иногда и практически невероятно если не знать где найти базу диссертации то онлайн диссертацию не найдешь нет ну конечно сервисы по продаже pdf файлов с доставкой на дом нагуглить вполне реально тем более есть но есть и сервисы которые предоставляют эту информацию бесплатно и надо просто знать где где ее взять где находятся эти сервисы особенно если говорить о зарубежных диссертациях и здесь опять мы касаемся вопроса о научной достоверности источников если говорить о публикациях о специальных периодических изданиях большинство издательств имеют вот существует большое количество библиографических и реферативных баз данных и большинство издательств заключают с ними соглашение поэтому информация которую мы берем не только и не столько из интернета а из специализированных баз данных это та информация которой можно доверять это те источники которые смел можно использовать в своих работах цитировать обрабатывать давать ссылки соблюдать авторские права так как сейчас наукометрия это индексы журналов не говорю про наши индексы хирша у журналов тоже есть свои рейтинги это такой тренд наверное нашего времени хорошо это или плохо это уже тоже немножко другой вопрос но что есть то есть и престиж и влиятельность издания а соответственно его прибыль часто зависит от того насколько часто цитируются его материалы поэтому крупные серьезные научные издания они заинтересованы в том чтобы материалы их журналов они цитировались как можно больше и соответственно это влияет на качество отбора материала в эти издания в зарубежные в основном практически все проходят процедуру рецензирования ну и большинство российских тоже серьезных изданий поэтому если мы берем информацию не просто из интернета с какого-то сайта а из издания которое входит в одну из этих библиографических и реферативных баз данных то мы можем быть спокойны за достоверность и полноту информации и спокойно его цитировать но чаще всего особенно начинающие студенты исследователи аспиранты допускают одну да что греха таить не начинающие тоже допускают одну большую ошибку когда мы бросаемся искать информацию куда да окей google привет яндекс и вот здесь ситуация становится похожа на то на ситуацию когда мы попадаем в крупный гипермаркет вот да здесь тоже есть все также как в яндексе или в гугле но попробуй пойди найди особенно если мы не знакомы с системой этого магазина он огромен время тратим силы затрачиваем попутно покупаем то что нам не надо да если у нас нет списка покупок вот кстати составление критериев поиска то о чем мы говорили на прошлом вебинаре и сегодня в конце я вам еще раз эти две схемы покажу приведу чтобы они на слайдах еще раз у нас были это такой список покупок с которым мы идем в поисковые системы но все равно если нам нужно купить одну булочку стоит ли ради этого идти в гипермаркет наверное нет наверное мы выбираем все таки булочную не садимся же мы в машину и не едем куда-нибудь в ашан метро или какой то еще супермаркет для того чтобы купить один батон хлеба скорее всего идем в ближайшую булочную проверенную а еще хорошо чтобы хлеб там свеженький был выпекался вот примерно по этой же аналогии и поиск в сети интернет google яндекс это большой гипермаркет в котором нужно знать тоже свои правила для того чтобы не накупить лишнего и реферативные и полнотекстовые базы библиографические базы данных содержащие информацию об источниках и и сами тексты источников это вот такие небольшие специализированные магазинчики в которые мы идем когда нам нужно совершить небольшую покупку по узкой тематике хлебобулочные изделия молоко и так далее вот примерно примерно так и следует поступать и на самом деле есть достаточно большое количество библиографических баз данных которые помогают нам ускорить этот процесс сэкономить свое время силы нервы а иногда и деньги вот с несколькими из таких способов мы сегодня с вами и познакомимся первый ресурс о котором скажу это не могу не сказать так как это самая крупная и известная библиографическая база данных в таком глобальном мировом масштабе ЭПСКО это реферативная база данных самого текстового материала она не содержит она содержит только ссылку на источник есть 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 возможность работать на русском языке плюсы и минусы вы видите большое количество научных технических медицинских баз есть доступ через эту базу можно получить доступ к электронным журналам и книгам очень большое количество изданий из копыса и web of science примерно здесь в тысячах приведены цифры и очень удобная поисковая система одного окна но есть один большой минус который все эти плюсы может покрыть доступ по подписке поэтому если ваша организация не подписана на ЭПСКО то да то большие большие проблемы с доступом у нас будут поэтому подробно на рассмотрение этого ресурса мы останавливаться не будем я даже не знаю есть ли у кого-то доступ к этой к этой базе но одну полезную ссылочку я вам все-таки на нее скину если вдруг случайно у вас появится доступ к этой базе а Лидия Васильевна есть отлично кидаю вам ссылочку и у кого есть хорошо у кого нет вдруг появится да кстати сейчас немножко так вас расстроило но немножко чуть-чуть попозже порадую все-таки к материалам ЭПСКО даже не имея подписки мы доступ получить можем и покажу как это можно сделать а ссылочку кидаю вам в чат можно забирать и пользоваться это такой хелпер навигатор инструкция по пользованию этой базы на русском языке вот такой страничка фак фак лист да ответы на самые часто возникающие вопросы там все очень понятно конкретно в скриншотах показано как начинать работать с этой базы с чего начать прям пошагово дается инструкция под различные вопросы поэтому кидаю ее вам сюда берите на всякий случай сохраните пользуйтесь еще два ресурса через которые мы можем находить информацию web of science и скопус больше больше все таки у нас популярен скопус и в основном сейчас открываются доступы дается в организациях именно к скопусовским изданиям и web of science и скопус на одних из предыдущих вебинаров мы уже с вами более подробно рассматривали поэтому показываю самое основное что есть в скопусе остановлюсь только на нем его больше в России любят активно поддерживается западноевропейской научными школами такими как французская и немецкая и содержит большее количество журналов на не английском языке поэтому поэтому и поэтому тоже пользуется такой большей популярностью чем в web of science в части поиска информации как искать информацию здесь вот эта ссылочка тоже полезная полезная вещь даю ее вам тоже в чат по ней можно осуществлять поиск информации вот эта аналитическая надстройка даже если у вас нет регистрации в скопус даже если ее нет через эту ссылку найти нужные издания найти нужные журналы или журналы по теме достаточно просто просто заходим по ссылке и вводим название журнала поисковая строка правда все на английском языке поэтому придется переводить страничку либо читать на английском и дальше по различным фильтрам мы можем провести поиск и отобрать те издания которые нас интересуют ну и соответственно если еще вы собираетесь публиковаться в скопусовских изданиях вот все необходимые индексы вы здесь можете сразу посмотреть а дальше делается очень простая вещь если нам нужно посмотреть сам журнал переходим на страничку выбираем журналы списка вот например да вот слева выбираем журналы списка и в его описание здесь есть обычно ссылка перехода на страницу издания издательства очень часто собирают архивы и частично выкладывают в открытый доступ архивы своих публикаций архивы журналов предыдущих выпусков поэтому перейдя на страницу издания мы можем посмотреть есть ли здесь архив публикации и через этот архив найти нужные нам публикации познакомиться с материалами это один из способов он уже кстати работает с нашими отечественными журналами но здесь мы удостоверились в том что это действительно то издание которому можно доверять и публикациям в котором можно спокойно доверять и на него можно ссылаться в своих научных работ это не просто страница с какого-то сайта каталоги да еще прежде чем перейдем к каталогам поиск по индексу дои у многих статей ведущих журналов электронных изданий сейчас присваивается индекс дои по которому и осуществляется поиск про дои у нас будет отдельный вебинар в июне там мы подробнее на этом остановимся но сейчас просто скажу старайтесь искать не по url не по адресу размещения статьи а именно по индексу дои url меняется часто иногда очень часто иногда очень быстро но где-то средняя продолжительность жизни статьи на странице того или иного сайта это где-то год-полтора и статья может спокойно переехать просто на другую страницу либо на другой сайт на другое место на сервере и если нет привязки к дои то мы эту статью можем не найти если есть этот индекс у статьи то куда бы кстати его присылают иногда и книгам и отдельным главам книг для обеспечения вот этого оперативности поиска и обращайте внимание если есть у журнала у издания у публикации индекс дои ищите лучше по нему не по адресной строке куда бы ни переехала статья поэтому индекс привязывается именно к ней поэтому сбежать она от нас не сможет мы ее все равно найдем и раздобудем и каталоги каталоги электронные каталоги которыми мы пользуемся каталог РГБ скажите пожалуйста коллеги кто пользуется каталогом РГБ и какими каталогами в основном только едином пользуйтесь электронным каталогом или же или же Галина Ивановна расскажу про индекс дои расскажу у нас будет отдельный вебинар просто посмотрите по расписанию и там мы будем о нем говорить ага база диссертаций единый каталог в основном единый каталог значит коллеги немножко остановлюсь на каталоге РГБ очень полезная вещь особенно если мы не просто сами осваиваем основы поиска но и даем их нашим студентам вот с чего стоит начать сразу с каталога РГБ но пожалуйста сразу давайте им адрес страницы с этим каталогом вот он есть здесь на слайде и на всякий случай еще раз дублирую в чат чтобы он у вас был потому что через главную страницу найти каталог это еще надо посмотреть меню не всегда студенты на это на это решаются в чем в чем здесь особенность у вас данных отлично электронный каталог сильно разделен на группы и искать например диссертацию в общем книжном каталоге найти гораздо сложнее а иногда и бывает невозможно но это вот такая вот хитроумность которая присуща многим библиотекам особенно национальным и чаще всего нам нужен не столько единый каталог а каталог специализированных специализированных отделов которые прячутся вот здесь ниже да на этой странице если пролистнуть кстати здесь есть очень хороший раздел на который тоже обращаю внимание студентов и советую вам это делать когда отправлять студентов на поиск информации не просто электронным едином каталогом пользоваться а вот смотреть справочники имен если нам нужна какая-то биобиблиографическая информация или по персоналям вот пожалуйста справочник имен лиц да организаций географических названий да рубрикаторы зданий не внесенных в электронный каталог не забывайте пользоваться вот этими электронными справочниками это как вспомогательный аппарат помните мы по УДК кто был на вебинаре смотрели с вами да есть основные разделы а есть те самые вспомогательный тот самый вспомогательный аппарат который помогает нам более качественно искать информацию и сокращать на этом затраты времени вот здесь та же самая та же самая история обратите внимание что пишется внизу в электронном каталоге в ленинге есть все но не все есть в электронном каталоге если не нашли нужные публикации да обратитесь карточным каталогом ргб поэтому тему предыдущего вебинара никто не отменял карточные каталоги и схемы поиска по каталогам они до сих пор еще актуальны вот вам связка с нашим предыдущим вебинаром мария николаевна свет отключили мария николаевна учитываем форс-мажор ничего страшного сама боюсь как бы не отключили у меня и дальше по каталогу ргб что здесь есть еще полезного тематический пролистываем страничку ниже тематические электронные каталоги вот он авторефераты диссертации каталог диссертации самый первый поиск стоит наверное начинать все таки с авторефератов диссертации для того чтобы понять вообще а стоит ли саму диссертацию смотреть обратите внимание что здесь еще есть каталог стандартов полезная вещь сериальные издания ну и дальше уже пошли более специфические старопечатные книги да кстати вот это вот тоже особенность каталога в ргб все книги до 1830 года считаются старопечатными и находятся в отдельном каталоге это так историком на заметку литературоведом есть еще одна особенность при работе с каталогом ргб которую следует помнить особенно начинающим особенно студентам на что стоит обращать их внимание во первых вы можете настроить перед началом работы вы можете воспользоваться вот этой вот настройкой простите за тавтологию настройка и настроить формы вывода информации удобные для вас этим мы не всегда пользуемся а тем не менее это может быть очень удобно подобрать под себя количество кратких записей на страницу полных записей и в какой форме вы хотите чтобы вам информация в каталоге выводилась это сделайте удобным поиск для себя второе вторая особенность чаще всего используйте поиск по сочетанию полей простой поиск нам может не дать нужного нам результата в чем в чем здесь есть маленькая хитрость больше возможностей найти нужную информацию но любой поиск может содержать ошибки и книгу даже при правильном запросе труднее найти по простому поиску поэтому лучше использовать вот этот расширенный вариант и здесь есть то чего не во всех базах и не во всех каталогах можно найти поле тема которое я выделила тема может не быть не присутствовать в самом названии работы но связано с ней то есть вот этот поиск по ключевым словам и это помогает нам увеличить релевантность выдачи то есть точность выдачи и даже если этого слова нет в самом заглавии работы но оно соответствует сама работа содержания соответствует этой теме больше шансов найти эту информацию ну и по по ббк по разделам ббк тоже можно поиск осуществлять в расширенном варианте это есть про индексацию ббк у нас тоже с вами будет следующий отдельный вебинар про это поговорим но вот пока имейте ввиду да что если я знаю к какому индексу ббк относится мой вопрос или моя тема то найти эту информацию становится гораздо проще и не забывайте читать пояснения внизу вот этих вот форм поиска полей поиска которые мы заполняем внизу идут пояснения чаще всего мы их пробегаем либо не обращаем на них внимание обращайте пожалуйста сами и не забывайте обращать внимание студентов это то что может нам реально сократить время на поиск и увеличить точность выдачи да ту самую релевантность операторы кстати во многих библиографических реферативных базах которыми мы пользуемся такие операторы тоже присутствуют так же как они присутствуют и при поиске через яндекс и гугл через поисковые системы и которые очень хорошо использовать когда мы заполняем поля поисковые поля вот что используется в данном каталоге как правило в таких пояснениях примечаниях указывается поэтому не игнорируйте этот мелкий или не очень мелкий шрифт этот текст лучше его пройти для того чтобы знать как быстрее осуществить нужный поиск ну и кстати раз уж начали говорить об операторах вот полезные полезные вещи операторы яндекс которые используются при поиске если мы вводим просто текстом или ключевые слова в поисковую строку нам выдает там миллиона три разных результатов сайта сайтов мы же не отсматриваем все эти три миллиона иначе весь наш рабочий или учебный год уйдет только на то чтобы их полистать вот для того чтобы сократить количество информации выдачи и используются операторы есть простые есть более сложные вот я вам информацию с привожу привожу сюда по операторам это яндекс и продублирую на всякий случай вдруг кому-то пригодится в чат это операторы яндекс у гугла они несколько отличаются операторы google и вот для для чего они используются примеры как это используется это тоже все взят со справочных со справочных сайтов кто скачивает презентацию ссылки здесь есть ну на всякий случай тоже кидаю вам еще и в чат это те самые дополнения те самые операторы которые мы вводим в наши в нашу поисковую строку при формировании запросов и которые позволяют нам ограничить отсеять ненужную нам информацию и найти более более точно то что нам с вами нужно еще вернемся к каталогу rgb теперь обратно вот этот оператор это та самая вещь о которой очень часто забываем о которой не пользуемся на которой реально сокращает затраты времени и на поиск и на просмотр полученных данных еще одна вещь есть очень полезная в rgb называется электронные ресурсы живет она вот здесь во вкладке читателям кто пользуется электронными ресурсами rgb а можете поставить плюсик плюсик в чат кто вот вот этим вот ой 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 сейчас вот этим вот пользуется ага лидия васильевна у нас прям прогрессивный человек ага кто-то частично пользуемся Наталья Николаевна нет остальные скромно скромно ждут да вот тоже вещь которую можно можно давать как источник для поиска тем же нашим студентам не пользуйтесь ага лидия николаевна ну тогда для тех кто не пользуется или не знала об этом киберленинг пользуемся а киберленинг это немножко другое здесь здесь о другом Ольга Александровна речь идет сейчас покажу помните эпска с чего начали я вам сказала расстрою только по подписке а вот теперь буду радовать это доступ к удаленным сетевым ресурсам причем условия доступа они на сайте указаны на сайте rgb есть лицензионный доступ есть доступ только с компьютеров rgb единственное условие здесь нужно быть читателем rgb хотя есть и ресурсы которые находятся в свободном доступе и вот такой значок который ставится рядом с ресурсами значок зеленого домика самый нижний да возможен доступ через сеть интернет при наличии читательского билета то есть записавшись в rgb вы можете получать удаленный доступ к ресурсам помеченным этим значком находясь у себя дома да просто вводим данные своего билета и спокойно пользуемся через ресурсы rgb кстати сейчас и по моему а нет это в нэп можно записаться удаленно по поводу удаленной записи точно не скажу устарел просрочен Наталья Николаевна срочно 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 читательский билет восстанавливать это сейчас быстро очень делается что дает эта возможность о это это классная вещь это доступ к огромному количеству удаленных электронных ресурсов сейчас я вам даже эту ссылочку на на всякий случай в чат тоже скину можно зайти и посмотреть Наталья Николаевна это еще больше замотивирует восстановить читательский билет что там к чему открывается доступ но здесь есть несколько моментов запрещающего характера тиражировать и использовать в коммерческих целях любые материалы запрещается выгрузка разрешается только отдельных материалов и их сохранение исключительно только в некоммерческих целях и проведение исследований и так далее там научно написать научных работ при этом ссылки на источники обязательно и запрещается выгрузка и сохранение источников целиком журнал или книгу целиком выгрузить нельзя только частями причем очень такое страшное наказание следует за эти нарушения отключение всех компьютеров библиотеки от доступа к ресурсам читатели несут полную ответственность за соблюдение лицензионных требований в соответствии с правилами пользования rgb то есть не только вас пожурят но еще и кстати правообладатели могут разорвать отношения и разорвать договор с самой rgb поэтому здесь вот на нас лежит большая ответственность за соблюдение правил не только за себя но и за всех остальных к чему мы получаем доступ полнотекстовые мульти дисциплинарные базы данных EBSCO host вот тот самый EBSCO о котором мы с вами говорили вот к тем самым базам данных через rgb можно получить доступ даже если у вашей организации нет подписки издания кембридж кембриджского университета кембридж университет пресс коллекции диссертации зарубежными электронные каталоги архивы по моему пяти зарубежных газет из коллекции про квест historical newspaper и еще целый ряд различных баз кстати здесь есть еще и тестовый доступ можете зайти на сайт rgb туда же посмотреть вот сейчас открыт тестовый доступ к удаленным сетевым ресурсом который ну здесь указано где есть доступ в ней rgb можно посмотреть можно воспользоваться ну вот посмотреть здесь до 31 мая восемнадцатого года можно успеть пощупать различные ресурсы посмотреть и по вкладке описания здесь условия будут описаны интересные ресурсы которые можно попробовать ну и вот так вот выглядит если посмотреть список ресурсов электронных удаленных так что это не киберленинг и вот смотрите тип ресурса он здесь указан вот первые же строчки эпско паблишинг эпско паблишинг да то есть спокойно можем получить причем доступ из дома если у нас есть читательский билет rgb удобная вещь обращайте внимание на тип ресурса если идет полнотекстовый значит с текстами вы познакомиться можете источников если реферативно-библиографический то только ссылки на источники их описания вот два типа ресурсов которые чаще всего встречаются ну и здесь кстати есть выход через rgb на реферативные базы данных винетей и реферативные журналы и не он и не он это вообще лидер в области росписи да и представления реферативных изданий это уникальная организация ведет роспись из всех материалов и содержит огромное количество реферативной информации ведутся росписи статей и материалов по тематическим рубрикам поэтому для тематического поиска это очень хороший такой ресурс и да еще преимущества они очень оперативно обновляются но здесь содержится только реферативно-библиографический тип ресурса не полнотекстовый так же как и винити но в принципе найти найти можно и обратить внимание лицензионный доступ то есть доступ с дома из дома недоступен но и немножечко так вот для меня было открытием что вот университетская наша библиотека онлайн издательство директ медиа да такая вот новинка тоже включена в ресурсы этих каталогов вернее в состав этих ресурсов доступ к которому осуществляется через ргб причем полнотекстовый санна шаловна пожалуйста вот так что вот прям вот новинка да ньюс издательство директ медиа ну в общем то это признание признание качества материалов которые размещаются данным издательством приятно приятно однако ничего не могу сказать приятно что попали в этот список ну и вот пожалуйста это то что находится в свободном доступе это вообще в основном полнотекстовые материалы там вот смотрите ГУ ВШМ федеральный образовательный портал экономика да вот материал по социологии менеджменту даже иностранные ресурсы вот что у нас здесь есть да университет северной каролины да определенные ресурсы вообще находится в свободном доступе и мы имеем даже не имея почитательского билета можно зайти посмотреть ну вот это вот очень полезный полезный ресурс когда у нас нет подписки на ЭПСКО нет подписки на то на сё на скопус на веб оф сайенс а где же искать материалы а у нас вот нет возможности вот есть возможность записались в РГБ и спокойно пользуемся пожалуйста все все для нас еще один источник который вам покажу это уже метабиблиографический поиск то есть поиск ресурс который этот мы от РГБ уже через этот ресурс электронных источников да электронных ресурсов перешли так плавненько к метабиблиографическому поиску это поиск по различным каталогам различных библиотек которые объединены благодаря протоколу Z3950 в одну сеть библиографической информации это протокол который помогает искать вот так говоря простым языком искать информацию в разных каталогах разных библиотек разных стран да если они по этому протоколу информацию передают самый простой способ вот такого метабиблиографического поиска это портал Siglar.ru Siglar.ru даю на него ссылочку вам тоже в чат хотя здесь она я не знаю есть у меня сейчас посмотрю а здесь ее нет тогда тем более даю вот она на слайде ее нет это удобная вещь это портал межбиблиотечной информации который дает возможность поиска по электронным каталогам крупнейших библиотек России и зарубежных стран который вот этот протокол Z3950 поддерживает то есть мне не надо ехать как раньше я помню эти забеги гениальные по москве когда едешь в гпнтб сидишь в каталоге там это еще в до интернетовскую эпоху и в те стародавние годы бумажных каталогов карточных сначала едешь в гпнтб сидишь там потом летишь в ргб там делаешь сидишь в каталоге делаешь заявки пока информации ищется бегом в историчку там работаешь с каталогом потом опять в ргб отсматриваешь ту литературу которую дали часть убираешь опять в каталог новые списка и вот так вот постоянно это это пока на по москве набегаешься так что вечером приходишь просто как говорят без одних ног действительно без одних ног это ужасно было и большинство времени уходило вот этих вот забегов они уходили на то чтобы найти информацию в каталоге сейчас не выходя из дома мы это спокойно можем сделать причем по тем даже каталогам библиотек которые находятся в зарубежных странах тут не просто по одной Москве особо не набегаешься это совместные сиглы это совместный информационный проект научной библиотеки МГУ и компании библиотечная компьютерная сеть причем есть возможность и некоторые библиотеки участницы этого проекта дают такую возможность с помощью портала Сигла можно удаленно заказать нужную литературу и также портал предоставляет возможность поиска в интернете при помощи поисковиков если вдруг документ не будет найден в предложенных каталогах библиотек то есть вас не бросит поиск осуществляется по где-то по моему каталогам если не ошибаюсь 485 библиотек на сегодняшний день хотя может быть уже и больше и это то что позволяет создать основу для дальнейшего поиска и работы со списком источников для дальнейшей работы а дальше мы уже можем переходить непосредственно к самим библиотекам к ресурсам каталогам искать там но мы уже знаем что мы ищем и информация уже проверена здесь есть очень удобная функция выбор каталогов вот когда мы открываем переходим во вкладочку каталоги здесь вот выборки стоит 25 каталогов у меня и нажав на кнопочку выбор каталогов я могу самостоятельно выбирать из вот этих вот из всего объема те которые мне нужны с которыми я хочу работать отбирать их добавлять в свой список ну скажем так список избранного да либо удалять то что перестало быть актуальным то есть можно осуществлять поиск по всем каталогам а можно осуществлять только по тем каталогам которые меня интересуют это тоже очень удобно вообще-то поисковые функции не везде она есть здесь вот она присутствует но и опять же вот использование операторов поиск осуществляется очень просто например я еще все что связано с нержавеющей сталью навожу сокращаю звездочкой даже вот здесь расширенным поиском я не воспользовался просто простой поиск вот он мне выдает количество записей в каких библиотеках сколько записи было обнаружено по данному слову но если меня это не устраивает результат тогда я уже перехожу к расширенному поиску ищу там и дальше я как выглядит сама карточка да открываю записи например гпнтб вот он показывает какие источники были найдены краткая информация о них и вот здесь вот справа там где синеньким написано действие сегла можно оформить заказ загрузить описание ну и там в корзину не знаю честно говоря еще не пробовала возможно там есть какие-то платные платные вещи надо посмотреть и вот если открыть карточку то карточка полная карточка описания вот она есть со всей необходимой нам информацией плюс включая где хранится хранится это источник в каких еще библиотеках можно можно найти источники по этой теме вот этот вот источник сам да в каких библиотеках он находится достаточно удобный простой поиск еще одна вещь еще один ресурс очень интересный и очень полезный называется уис россия коллеги уисом кто пользуется это университетская информационная система россия 2 3 нет нет ага 4 лариса петровна да понимаю почему три плюса ага ага где-то 50 на 50 у нас сейчас пока пошло да и кто-то кто-то не пользуется угу тогда когда коллеги кто пользуется сейчас походу я расскажу про этот ресурс у меня будет большая просьба коллеги те кто пользуется этим ресурсом ссылочка вот в чат китаю пожалуйста походу я задам вопрос по поводу возможностей скажите про пользовались ли вы этими возможностями и есть ли они вот в частности по регионам россии например или по аналитическим публикациям построение графиков создание таблиц вот та функция которая возможно на этом ресурсе пользовались ли вы ей и насколько она насколько она эффективна сейчас скажу почему у меня такой вопрос возник значит университетская информационная система россии или уис россия поддерживается как электронная библиотека для учебных программ и исследований особенно в гуманитарных науках для гуманитариев это вообще просто находка она формируется из электронных версий первоисточников первоисточники предоставляются бесплатно по соглашениям о сотрудничестве между НИИ НИФЦ научно-исследовательский вычислительный центр МГУ Ломоносова и организацией правообладателей ресурсы некоторых государственных организаций а сюда входит министерство финансов федеральное казначейство минэкономразвития федеральная служба служба госстатистики копируется с официальных сайтов то есть нам не надо лазить по десяти сайтам в поисках каких-то цифр статистики и данных мы можем зайти на УИС России и все эти данные найти в одном месте это очень удобно особенно для работы с цифровой информацией с поиском статистики то что очень часто ВКР это создает просто глобальные проблемы и некоторые партнеры например гаранты или центр демографии и экологии человека они предоставляют доступ для зарегистрированных пользователей сервера УИС России на свои сервера ну там есть определенные специальные процедуры но доступ доступ есть доступ возможен условия доступа на этот ресурс бесплатны но требуется регистрация для полного получения всех возможностей регистрироваться можно как индивидуально так и коллективным пользователям то есть организацией про организацию честно скажу не смотрела когда вы открываете этот портал а там сразу условия выпадает пользовательское соглашение которое надо очень внимательно прочитать а для индивидуального регистрации все очень просто заполнил предлагается заполнить определенную форму и отправить ее на почту для рассмотрения адрес там тоже указан и через ну правда рассмотрение там несколько дней но через несколько дней можно получить доступ основная целевая аудитория это на кого рассчитан этот ресурс это преподаватели студенты аспиранты университетов вузов колледжей так что колледжата welcome сюда же сотрудники научных институтов есть то есть широкая но в то же время ограниченная аудитория но соответственно и подбор материалов как раз то что нужно для выполнения исследований для выполнения тех же ВКР вот самая большая беда когда студенты приходят я не могу найти статистику а где мне взять цифры вот пожалуйста welcome приходите сюда здесь есть все еще одна радостная весть есть фри доступ на свободный доступ без регистрации но с ограничением возможностей ограничены возможности чем можно пользоваться вот я вам сейчас показываю что чем можно пользоваться при гостевом таком свободном доступе поиск по базам и публикациям очень простая очень хорошая вещь открываем смотрим вот несколько разделов которые здесь присутствуют и сразу указано количество источников что здесь мы можем найти при свободном доступе база данных чем можем пользоваться база данных статистических показателей посмотрите на количество вполне достаточно для того чтобы курсовой написать издание государственных органов тоже бывает очень важно вот тот самый документальный поиск тех самых документов нормативно-правовых актов которые мы не знаем иногда с какого сайта взять издание исследовательских центров публикации по исследованиям отчеты и прочее научные издания здесь не так много вот всего лишь что здесь перечислено но тем не менее информацию найти можно по экономике в основном здесь экономика демография социальная социология и представлены несколько средств массовой информации все это находится в свободном доступе а вот она чуть чуть выше Оксана Адамовна давайте я тогда еще раз повторю вот она убежала наверное наверх и дальше поиск очень простой доступный для любого студента выбираем что нам нужно например мы хотим посмотреть вестник МГУ серии экономика выбираем нужный год вот все года которые здесь представлены вот они и есть его описание выбрали год выбираем номер и здесь два варианта мы можем выбрать если мы нижнюю ссылочку там где написано ссылка на первоисточник это возможность почитать онлайн с экрана открывает журнал pdf файл мы его читаем если кликнуть по названию и номеру по верхней строчке там где название самого самого сборника то он вам сразу закачивает текст этого выпуска полностью все статьи из этого выпуска вот например номер 6 взяли и он его вам скачивает целиком и полностью не просто одну статью а весь выпуск то есть вот хотите весь архив можете себе перекачать и спокойно пользоваться пожалуйста кстати это бывает удобно если в этих изданиях у вас вышли ваши работы и иногда требует от преподавателей представить текст самой работы опубликованной дать ссылку вот либо принести скрин да фотографию ну вот пожалуйста отсюда можно отсюда можно спокойно брать то есть вот это вот удобная вещь полностью можно можно скачивать все что вам необходимо это с гостевого доступа без всякой регистрации это возможно а вот по какие еще есть полезности есть зарубежные здания есть полезные ссылки на библиотеки каталоги и статистика статистические ресурсы как национальные так и зарубежные тоже бывает очень важно ну и вот например полезные ссылки вот мы переходим на национальные статистические ресурсы пошло перечисление россии и сша там вплоть до канады франции сингапура китая и кого там только нет причем вот эти вот все ссылочки это гиперссылки на официальные сайты статистических организаций этих стран то что указано в этом списке например если я хочу найти какую-то статистику по канаде я ищу здесь в этом списке канада выбираю официальное название сайта и вот пожалуйста я сразу же с этого ресурса перехожу на официальный сайт статистики канады ключевые показатели индикаторы вот оно все здесь есть то есть не из каких-то вторичных источников не из чужих исследований если нам нужны статистические цифры данные по зарубежным странам вы можете напрямую через вот этот вот единый портал университетский выйти на нужную вам информацию опять же сокращение времени на поиск где находится эта информация то есть вот такая вот вещь есть что еще здесь есть сейчас скажу вот по меня вопрос сразу к тем кто пользуется у из россии вот это вот аналитические публикации регионные там есть возможность по построению выбору определенных показателей и на их основе построение либо таблиц либо схем графиков диаграмм скажите пожалуйста те кто пользуется из россии если вы пользуетесь по регистрации работает ли эта функция сейчас и полезно ли это бывает используете ли вы это в своей работе потому что по гостевому доступу он например поиск по критериям проводит но график не рисует и я так понимаю что там скорее всего стоят ограничения мне интересно кто пользуется по регистрации а ну вот оксана теперь знаете готовы тратить на своение инструментов пожалуйста так кто кто пользуется ставили плюсики я помню из россии графики и схемы диаграммы рисовали не строится до галина алексеевна спасибо через вузовскую регистрацию ну видимо видимо да надо 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 будет посмотреть если если по подписке графики не строится возможность такая и есть вот мне интересно было проверить и узнать мнение тех кто пользуется по подписке строится или нет возможно это связано с какими-то техническими вопросами ну будем следить но самое главное что такое есть нет ага естественные науки по регистрации не строится лариса петровна то же самое да вот к сожалению возможность есть но пока вот наши коллеги подсказывают не строится к сожалению но иметь в виду будем что оно есть да есть о чем потерзать техподдержку ну и даже для поиска даже если и не строится то для поиска информации это вполне получение статистических данных это вполне вполне такой очень удобный очень хороший ресурс доступ одного окна да не надо лазить по огромному количеству источников ну и самые простые завершение напоминаю еще раз академия google русифицированная поисковая система которая позволяет нам искать по да да тоже киберленинг для поиска часто используем кстати в киберленинг и обратите внимание там если пролистать не кидаться сразу заполнять строку поиск а скроллингом пролистать страничку вниз да проскрулить вниз там есть вот такой каталог тем научных статей и по тематике можно выбрать это опять же сократит нам время на поиск на листание вот этого каталога ну и напоминаю то что у нас с прошлого вебинара осталось ресурс который мы рассматривали тоже очень полезный это научно-технический центр информрегистр каталог электронных изданий сетевого распространения здесь три рубрики более подробно мы его рассматривали на предыдущем вебинаре поэтому на нем останавливаться не буду но еще раз напоминаю берите на заметку это тоже очень полезный ресурс который позволяет нам упростить поиск информации не смогла удержаться от печатного издания на библиографические пособия России все-таки от библиографии второй степени мы никуда не денемся и плавно переходим к тому что я вам говорила к нашему завершению сегодняшней встречи любой поиск ищем ли мы с помощью ручных каталогов либо библиографических пособий либо интернет ресурсов и сервисов есть две вещи которые нам необходимы при любом поиске во первых это вот эти пункты конкретизация целей и критерий по которым мы конкретизируем цель нашего поиска это уже заранее заставляет нас продумать что мы ищем отсюда где мы будем искать какие ресурсы нам понадобятся куда бежать чем мы будем пользоваться и что отбирать из найденного и второе это пошаговая схема тематического поиска Елена Владимировна Ениш вот чаще всего мы именно тематический поиск осуществляем и подробно мы его рассматривали на прошлом вебинаре еще раз просто напоминаю вот эту схему что при интернет поиске эта пошаговая схема тоже работает про упорядочение собранного можно использовать Менделея можно использовать Зотера можно использовать различные возможно свои какие-то менеджеры то что помогает управлять нам библиографической информацией создавать свои да хоть табличкой в экселе но самое главное чтобы эта система эта схема была удобна для вас система хранения собранного материала мне например удобнее через инфоблоки по фильтрам делаю в битриксе просто такую поисковую систему и нужные источники заношу туда потом по фильтрам просто делаю выборку ну может быть как-нибудь в курсе точно об этом покажу расскажу как делается то есть последний пункт его со счетов при поиске информации забрасывать не стоит потому что если мы не организуем удобную и комфортную для восприятия систему хранения найденной уже информации то нам этот поиск придется повторять многократно постоянно бегать в магазин за хлебом вместо того чтобы за каждым кусочком хлеба вместо того чтобы купить батон и порезать его забываем куда мы его положили ну вот коллеги на сегодня наверное у нас с вами все из тех ресурсов которые вам хотела показать показала все возможно остались какие-то вопросы или пожелания пожалуйста можно писать либо в чат либо во вкладочку вопросы и тогда на следующий вебинар я просто начну с того чтобы чтобы их рассмотреть и ответить на то что что напишем ух коллеги мы с вами добрались до конца огромное вам спасибо за сегодняшнее участие всем кто пришел спасибо интернету что не слетел честно говоря очень переживала что вдруг вдруг это произойдет людмена анатолиевна спасибо и вас также праздниками ага спасибо коллеги если есть какие-то вопросы тогда во вкладочку вопросы можно будет записать на сегодня мы с вами заканчиваем я с вами прощаюсь желаю вам хорошего дня завершения сегодняшнего дня хорошего доброго вечера лидия васильна присоединяюсь к поздравлению всех с днем библиотек это и наш праздник тоже и не только тех кто там работает но и тех кто туда ходит наверное тоже читатели без читателей библиотек бы не было так что это наш общий праздник и коллеги я запись сейчас останавливаю какое-то время я еще побуду наверное здесь но отключу вещания поэтому если какие-то вопросы будут возникать можно писать в чат и так коллеги у нас с вами осталось два вебинара в июне по классификатору ббк и по дуе вот как раз сегодня у нас был вопрос поподробнее про дуе вот там целый вебинар у нас будет про это кто как зачем где и для чего и и опять же напоминаю вам что наши вебинары еще продолжаются следите за расписанием приходите на вебинары моих коллег будет как всегда интересно всем спасибо и до скорых встреч